Остановка заставляет. Мы пришли вот эту, здесь, которую сейчас, где находятся. Это место разврата. Место гибели тысяч душ погибает здесь. Половина раздетая голая. Процентов 80 мусульмане только. Все пришли только для прелюбодеяния и блуда. Курят. На глазах совокупляются прямо здесь. Показывают органы половые. А мы зачем сюда? Мы благовестники. Сказать людям, что их ждет. Вечный огонь с сатаною. Чтобы они покаялись, уверовали во Христа. Ибо во враче нуждаются нездоровые, больные. Так Господь сказал. Я вас, кажется, в Ютубе видел. У вас канал на Ютубе «Восвете истина» называется. Да, вот оно. Я смотрел. А вот вы как неканонический православный человек. Я просто так особо не понял. Мы православные. Вы как сами, получается, литургию служите? Все, литургия у нас. Митрополит. Вот только что служил, мы выставили. Митрополит Алтайский. А вы как, на Укропаце относитесь или к кому? Мы к ним, хотя я официально не относимся, но у нас общее все. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь, и слава. Счастья, поклонения, и славы, и благодарения. Прибудь с нами, Господи, по великой незрещенной милости Твоей. История неразделенная. Аллилуйя. Ладно. Давай. Слава тебе, Христе Божий наш. Так вы не относитесь, да, к РПЦ, как я понял? Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Но после признания акта о каноническом общении, у нас сейчас вместе идет богослужение. Мы строим православную деревню с нуля. Сюда приезжает митрополит от патриархии. И тут все видно, как мы причащаемся. То есть мы ничем не отличаемся, у нас общее все. Но наказание он никакого дать нам не может, потому что мы к ним не относимся. Нет, но у вас... То есть вы относитесь к РПЦЗ, да? Да. Так мы как были зарегистрированы, так и остались. Вот. Это выяснили. А вот литургию у вас кто служит? Мой брат служит, он протеерей. И как раз сейчас ему было 40 лет в священном сане. И к нам приехал сюда митрополит алтайский, московская патриархия со священниками. И вместе служили и причащались. А вы просто как, ну, как сказать, старейшина общины, да, получается? Да, я старостая община. Да. Не, я просто смотрел, я как бы, ну, ваш канал, и у меня было так, ну, немного, то есть непонятки такие. Я то есть смотрю, то есть то ли вы как протестанты какие-то непонятные. Мы крестимся рукой протестанты. Какие у вас понятия? Так протестанты-то не совершают крестное знамение. Вы еще это придумываете. Нет, ну, я думал, может, какие-нибудь такие, как русские, как в Малакане, там, знаете, как... Ну, они не крестятся, Малакане, нет, еще раз говорю, это свидетельство православного креста. Ты так можешь сказать, я руки поднял, молиться, можешь сказать, я приветствую Гитлера, так можешь что угодно сказать. Зачем же это? Ну, вот, я вот для себя это и хотел прояснить. Я вам отвечаю. У нас очень большие ресурсы. Вот, смотрите, как называются, во свете Библии. Я подписан, подписан, я смотрю. Ну, вот, если по скайпу говорить, внизу моя имя, фамилия, город Барнаул, мы не прячемся, у нас все открыто. А вы вот сейчас к чему, как вот здесь, призываете людей? Призываем к покаянию, к принятию Иисуса Христа, чтобы ходили в православную церковь, чтобы исполняли посты, все, что положено. А почему вы, кстати, вот вы сами сан не примите? Почему вот так вот? А это не мое. Я все закончил, мы три брата одновременно закончили семинарский курс, и только один стал священником. Я одел подрясник, все, только ехать, рукополагаться, я снял, вижу, помолился, и мне на сердце положил Бог, что это не мое. Об этом я говорил в Синоде в Америке, и они тоже согласились. Мне путь везде открытый, везде. А будет священник, будет закрытый кое-где. Угу. А у вас какие-то есть там, вот я смотрел, у вас община там, у вас какие-то есть требования там, типа, к человеку, который там вот хочет там, типа, вступить к вам в общину? У вас какие-то требования есть для тех, кто хочет вступить в общину? Ну, какие, допустим, для мужчины, чтобы бороду не трогал. В общину есть? Да, далее мы работаем с ними. Вот, допустим, в церкви, когда человек приходит покреститься, их заставили, там, минут 20 занимаются, оглашено из идите. А у нас 500 часов занятия. 500 часов! А там нигде больше такого нету. Почему? Каноны были, от 3 до 5 лет должен человек проходить курс, знать, куда он пришел. И мы даем два поручителя, они ему помогают, ходят на работу, на дом, кто бы он ни был. Мы очень серьезно. У нас полное троекратное погружение. А если не погруженный, для нас он не крещеный. Такого крещения, как сегодня ладошкой по голове, пухленькой ладошкой батюшкины. И за деньги это обман. 100% обмана. Для того, чтобы быть христианином, надо уверовать, принять Христа с сердцем, что он умер за тебя, я верю в это. Второе. Принять крещение от рук священника с троекратным, полным погружением. Чтобы ни одна у тебя, говорится, ни палец, ничто наружу не было. И третье, чтобы это было бесплатно. Хорошо. А вот давайте по поводу брады, вы говорите, типа бороду не трогал. В смысле, вообще нельзя ее брить? Нельзя, конечно. А зачем же трогать ее? Это Бог так сотворил. Можно подровнять, например. Ну, там за церковью ровняй. Вот здесь в рулетке ровняй. А зачем в церкви это? В смысле церкви? А так, мы же никого себе не зовем. А человек, вы спросили, какие правила? Я ему ответил, вы сразу же вставляете. А нельзя ли? Нельзя. Женщина должна быть платке. Я молодой, вот мне 23, мне вот как-то не нравится. Ну, пожалуйста, живите. Вы по-мирски смотрите. Кто любит мир, кто нет любви отчей. А Господь прямо таких называет проститутки. Прелюбодеи и прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это одно и то же. Бритье и вражда против Бога. Ты под мирских подделываешься. Что ты делаешь? Две мамы в одном доме? Нет, ну не под мирских подделываешься. Просто мне самому, может, не нравится. Ну вот и нравится. Ты бунт против Бога поднимаешь. Посмотри внимательно. Ну вот даже, сказать, идеологи коммунизма. Я не закончил мысль. Вы перебивайте. Я не буду отвечать тогда. Ну, говорите. Вы посмотрите, идеологи коммунизма. Фридриха Энгельса. Посмотрите, какая борода. У него чуть-чуть, только тут видно, где рот. У Карла Марса поменьше. Он тоже не стрижет. У Ленина, то есть у Ульянова, клинышком. У Сталина один усы. А у Хрущева даже на голове уже нет. И все один за другим идут. Еще кому подражать будем. Вот союз борьбы за освобождение рабочего класса. Семь человек. Посредине сидит Ульянов и Володя. Тридцать лет. Все до одного с бородами. И бабушкин, и все. А то современные такие люди стали. Показывает отец Ульянов. У него большое, как инспектор. Это звание полковника или генерал. Все до одного сотрудники. Все с бородами. А откуда вы взяли вообще? То есть, то, что это Светлого Завета же идет, да? Края бороды не стриги. Да зачем все ветки-то? Вы же не ветки. Вы же новые. Если бороды не трогать, все кончилось. Внешне. Христос ничего не принес для внешнего. Ни глаза на затылок не перевел. Ничего нет. В Ветхом Завете написано, не жениться на матери, не жениться на сестре. Ну, и так понятно, что нельзя. А он не говорил. Не говорил. Потому что он пришел душу спасать, а не бритвенный прибор отбирать. Нет, ну просто я не понимаю, почему нельзя. То есть, чем вы обосновываете это? Обосновываю тем, что есть свет и есть тьма. Есть свет и есть тьма. Вы зайдите где-то в церковную лавку, посмотрите. Или в церкви. Сколько икон. Сергий Радонский, Степан Пермский, Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов. Вы не удивите ни одного безбородого. Ни одного борода неправленного. Что спрашивать-то? На кого равняться будем? Вы, если православный, вам отвечать на это не надо. Апостолы были все с бородами. Пророки с бородами. Христос с бородой. А кому ты подражаешь-то? И вот это править бороду протопопа вакуум называл блудодейная ересь. Блудодейная ересь. И вот какое-то щитонье он оставляет. Зачем она тебе? Ты ее не трогай. Так удобней. Да неудобней. Без страха нет у Божия. А начало мудрости страх Господень. У Давида, когда услуг обрили полбороды, он не пустил в Иерусалим. Идите в Иерихоне, в городе проклятие. Живите, пока бороды отрастут. А мы идем в небесный Иерусалим. Что тут доказывать? Это считается хуже изнасилования самого себя. Но как же смотреть, например, по Библии? Главное же именно следование заветам Христа, заповедям, а не внешний вид высып. А может, если у кого-то не растет борода, то что тогда? А может быть, кто-то не родился без бороды. Ну, давайте что-то еще придумаем, чтобы только лукавые свои мысли насадить в дело. А вот вы один раз только услышали все. Вот у меня военный билет. 62-й год. А то вообще говорить даже не надо. 61-й-й-то. Я уже с бородой. А в то время даже говорить об этом нельзя было задушить тебя. Ничего не сделали. У меня за плечами 5 тюрем, и 26 лет меня пытали. А я бы им приноравливался. Федер Кастр приезжал из Кубы. Ну, почему он целовался с Брежневым, и борода ему не мешала? Что непонятно-то? А волосы на голове тогда как к нему? А волосы, вот как у вас есть, так и делайте. Если женщина растит волосы, для нее честь. А если мужчина растит волосы, для него бесчестье. Не сама ли природа учит вас? Говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. А вы знаете, я вот вчера смотрел, ну это протестантский был канал, но все равно было интересно. Там, то есть они как бы рассказывали путь библейского миллионера, называется канал. То есть типа вот в священном писании, они говорят, упоминается более двух тысяч трехсот раз о моментах, связанных с деньгами и так далее. То есть как правильно, то есть по священному писанию вести финансы. Вот, и он рассказывает, то есть в этом своем, то есть видео, что, например, да, там нельзя брать кредиты, то есть христианам там и так далее. Что потому что это типа как идет, как служение путь мамони там, ну в таком, в таком роде-то, что когда ты работаешь как бы на отдачу этого долга, постоянно у тебя нет времени там, все такое, ты как бы об этом только у тебя и забота, у тебя некогда там жить, некогда там семьей заниматься, некогда детьми заниматься, ты только работаешь, вот отдаешь кредиты. Так, я спрошу вас, вы как думаете, мне сколько лет? Вам? Да. Ну, не знаю, ну лет, наверное, ну уже много, ну лет семьдесят, наверное. Восемьдесят. Сколько? Восемьдесят? Восемьдесят. А я еще держу три голубятни, лажу голубям, на велосипеде гоняю, купаюсь, почему? Бог дает. А меня власть что-то и не делала, они меня давили, и в морозилках еще только не было. А я еще ни одной таблетки не съел. Почему? Я Богу доверяюсь. У меня вообще ничего нету. Пенсия назначена за 35 лет трудового стажа в 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Как я должен жить? А мне даже нужды никакой нету. Вот Господь благословил меня. Почему? Я всегда платил десятину. Да, кстати, вот по поводу десятину. Я сейчас объясняю вам. Вот. И Господь благословил меня. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, 13 школ, 3 радиопрограммы. И у меня вышло из печати 38 книг. 38 томов. Это не брошюрки, 752 страницы в томе. Это Бог так сделал. Я получил от Бога на сердце подарить книги, которые переполнены божественно. В каждом томе в среднем 3000 ссылок на Библию. Что говорят святые отцы, каноны церкви, житья святых. Я проехал, не имея денег, мы в Барнауле до Владивостока. Во все районные центры города. Опять заслали контейнерам деньги к границе и проехали Турцию. Прошли до Лиссабона. До Лиссабона, повторяю, до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. Прошли в Скандинавию, Прибалтику, север. Только за одну поездку 440 тысяч на горющее ушло. Откуда деньги? Мне нужно сегодня, я молюсь. И к утру уже люди звонят, которые про меня даже ничего не знают. Кто-то случайно сказал. У меня живая связь с живым Богом. И со мной, кто живет рядом, они все удивляются. Вот у меня поступил звонок из типографии. Книгу заберите, там 15-й том вышел. Предоплата была, дальше-то мне надо деньги, а их нету. А у меня ночью и два священника. Говорят, давайте помолимся. А вы откуда думаете? Да я не знаю. Что, было откуда, я пошел и попросил. В долг никогда нет. За всю жизнь ни рубля в долг не брал. Бегу работать на вокзал где угодно, но быть не должен. И вот я забочусь об этом. Как бы не быть должным. Молюсь, и Господь внезапно показывает. Утром только думаем вставать пораньше, но легли поздно. Среди ночи звонок. Я беру свой телефончик. Алло. А вы кто будете? Мы из Сакрамента, из Америки. У нас дядя Климент умер. И говорят, что у вас церковь по имени Климента названа. А где храм, то там лучше Бог слышит. Я говорю, нет, я начальник детского лагеря. Уже 45 лет. И он все с Климента Анкирского. Но нам все равно. Мы сегодня вестерн-рюнионном переводим вам деньги. Вот это для людей шок. Я не знаю, никто не знает. Утром, то есть мы только легли спать, уже звонок. Уже Бог нажал свои там кнопки. Ни раньше, ни позже. Сколько у вас человек вообще не живет? Да нам зачем их считать? Сегодня есть, завтра нет. А вам это совершенно и не нужно. Я не для интереса, а для пользы нахожусь здесь. А какая длина борода? А сколько у меня детей? А где учатся? Можете до утра базарный колодезный разговор вести. А он не нужен. А одно, как мне спастись? Что меня побудило повернуть так? Когда я в 23 года вернулся из армии, передо мной целый мир открыт был. Я учусь блистательно, добиваясь разрешения высшему мореходному училищу три курса за один год. Трехгодичную программу. По выбору комиссии на трех иностранных языках. И в это время меня Бог находит. Прижал меня. И я понял, все это пустое. Это мне не надо. Я не стал с Богом советоваться. Как? Что? Все. Я встал с молитвы, я другой. Я смотрю на того человека, который на молитве был полчаса назад. Это труп. А меня считали передовым, член судового комитета. Теперь Бог мне открыл евангельское зрение. Я буду потом встречаться с такими людьми, которые на меня во много раз выше. Там и генералы, и министры. И нигде не покривить ни одного раза. Для Бога. Для Бога. Вот представьте, меня со стройки, я строительный техникум. Меня сняли, говорится, краном. Я не мог разогнуться. Боль. Меня привезли срочно в больницу. Сразу на операционный стол. Стоит врач. Яков Нахманович. Я говорю, я должен помолиться. Резник. Молитесь. А потом он мне рассказывает. У него, которая ассистентка, она, Матрёна. Она говорит, Яков Наумович меня зовут. Яков Наумович. Ну, сколько можно ждать? Тихо. Я лёг. Всё, всё. Делать операцию. Я говорю, а можно без наркоза? Да как так? Мы же разрезать вас будем. Я говорю, я хочу испытать. Я испытанный, готовился на такое. Я для Господа хочу, чтобы не было. Говорит, нельзя. У вас независимо от вас мышцы будут сокращаться. А это нельзя сделать, чтобы... Ты терпишь, даже глаза твои, зрачки всё равно расширятся. Сделали операцию. Я лежу здесь и уже разговариваю. Тут студенты. Привезли меня в палату, они пришли. И самый момент, когда боль начинает уже в силу входить, а я им говорил, я даже не заметил. А если бы я был неверующий, было? На утро приносят молочную кашку. Я говорю, нельзя, сейчас пост. Какой вам пост? Что, вам отдельно готовить будут? Да мне не надо. А сразу врачу, сразу пришла с сестра. А что бы вы хотели? Я говорю, ну, на воде, если можно, то смотрите. А нет, то я это терплю. Ну, сколько мне здесь? Ну, день пять. Да я пять дней не буду ни пить, ни есть. Мы постимся, даже нужды нет. Нет, они сок какой-то принесли. Та же история, я лечу из Финляндии в Америку. Нет, эти сёстры, все ордесты подносят. А я им по-английски говорю. У нас пост нельзя. А что можно? Ну, я говорю, ни мясное, ни молочное, ни яйца нельзя. Они меня ко всем подошли два раза, а ко мне четыре раза. Орехи какие-то принесли. Мороженое земляника. Они мне запомнили с 92-го года. Это люди. И они улыбаются, идут, пойдут. Почему? Я один такой гражданин. Я для Бога, и меня считают за человека. А не просто какая-то весенняя шушера по воде. Щётко и ясно сказано. Сотрудниче, с вами не буду в тюрьме. И ко мне ни один больше не прикасается следователь. Почему? Я пришёл умереть сюда, а не с вами заигрывать. Я говорю, и следователь обращается, принимает крещение. Начальник тюрьмы меня взывает, умер по-христиански. Преступники стоят в очередь, кланяемся, молятся. Я их не заставлял молиться. Мне утром говорят, семь человек сегодня с вами молились ночью. Я не оборачивался. Можно мы тоже будем молиться? Мы заключили союз табак весь выбросить. А неверующий, кому я нужен? Почему? Я посланник Бога. И вот камера. Отбой в десять. Ровно в восемь все разговоры прекратились. Ужин прошёл. Три человека на семьдесят человек не курят. Вымыть руки. Старший смотрит, ни один не закурит. Один считает, я поясняю. Охранники с двух этажей, даже с трёх, открывают дверь и стоят в коридоре, слушают. И так изо дня в день. А будь я неверующий, да вообще ничего нету. А я это дело не наигранно для Бога. Я весь там пламенею с ними вместе. Уже на земле здесь Бог дал мне такую власть. Даже высказать нельзя. Да это же преступники. А они дерутся на ножах. Я в середину кинулся, я глупо поступил. Но я их разнял. Так его жёны там благодарили, приходили, плакали. А почему сделали так? Я сам не знаю. Меня Бог подвигнул. Я выделил в окно, я выскочил босиком через дорогу и растащил их. Это что делает Бог? Моё там ничего нету. Я просто говорю, я молюсь. Я молюсь и вижу ответ. Вот здесь вот, это дно адова. Это рулетка. Здесь всё делают. И совокупляются, показывают и мерзости. Но уже несколько человек мы нашли, которые приходят теперь сюда на ресурсы. Встретили, которые были у нас. Мы знаем, куда пришли. Я пришёл по повелению Божию. А ресурсы на Ютубе, да, он у вас? На Ютубе называется «Во свете Библии». Мою фамилию имя запомните. Это по скайпу. А если зарядите сайт, вот сайт, «Во свете Библии» сайт. Такого сайта нет во всей мировой сети. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Государственные фильмы, которые заняли первое место на международных киноконкурсах. Понимаете, второй фильм, первое место в России. Почему? Бог делает. Нас назвали «Искорка возрождающейся России». Мы православное поселение строим с нуля. А мы даже не считаем это за большое. А люди понимают, этого ничего не... Я начальник детского лагеря. 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Ни рубля, ни копейки не дали. Меня только гнобили. А мы выстояли. Ни одного заболевшего. Ни одного утонувшего, отравленного. Это чего-то стоит? 45 лет. Чтобы было интересно. Те же дети из года в год приезжают. И из-за рубежа, и из Германии. И откуда только они приезжали. Из Канады присылают. Канада, в Франции пересадка, в Париже, в Москве до Барнаула. А то какие же деньги надо? А почему? Во всей мировой сети нет то, что у нас есть. То, что у нас 14 тысяч 100 роликов. Вы найдите где-нибудь это. И при том... Я смотрел вас на ютубе. Я же говорю. А вот скажите, вот такой вопрос у меня чисто как... Вот последование ко святому притещению. Его нужно все читать или можно какую-то часть? А почему не все? Вопрос. Ну вот, допустим, я просто не понимаю смысла всех слов, которых я читаю. Потому что они написаны церковно-славянские. Изучи. Слова все-таки знакомые. Церковно-славянские. Многое известно. Это не причина. Вот я заболел. Все прочитать не могу. Я тогда... Там есть такое. Если канон прочитать, я должен 300 поклонов. Вот Иисусу в молитве. Она у меня в руках. Замена дается. Бабушка не умеет считать. Канон Богородицы. 400 поклонов. Она... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Она забывает считать. Тогда Господи помилуй, говори. Вместо молитвы. Господи помилуй. Она запомнила. 400 поклон направляется к канону. По времени. Но если я не хочу, я не понимаю. Это не причина. Канон вы имеете в виду вот это вот последование? Там канон, а потом последование. Там каноны впереди надо считать. Божьей Матери. Канон Ангелу Хранителю. Покаянный канон. Есть же на русском. Есть на русском языке. Вы в интернете зарядите. Только на церковном славянском. Вот брат показывает. Вы зарядите. Есть на русском языке. Никто вам не запретит. Ну, надо спросить церковного. А так как с экрана постоянно читать неудобно. Вы найдете. Еще раз говорю, в интернете. Вы Библию каждый день читаете? Ну, стараюсь, да. Каждый день. Нет, не стараюсь. Не старайся, но считай. А то я стараюсь, не получается. В Библии написано. В таком случае, вот на протяжении месяца, сейчас вот уже каждый день. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. И говорит, да не отходит книга себе от уст твоих, но поучайся в день и ночь, дабы в точности исполнить написанное. И он за тобой говорит, ты не считаешь. Ты не считаешь. Не считая, ты не знаешь закона Божия. А не зная, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь из-за того, что не считаешь. Все правильно. Я вспомнил, что хотел спросить. Я хотел спросить, вот там послание апостола Павла к Ефесиным, там в 1 главе, в 11 стихе. Он, ну я не помню, то есть как дословно, но смысл такой, что он говорит, что мы являемся его наследниками. И вот этот вот пастырь, который говорил, ну протестантский вчера про этих, про типа путь библейского миллионера, он говорил то, что там говорится о наследстве, то есть вообще, то есть земными благами. То есть что, то есть чья типа на самом деле земля, она типа как бы Божья, все ресурсы на ней принадлежат Богу. И он говорил то, что типа мы христиане, типа можем пользоваться любыми ресурсами, то есть, ну попросите в молитве, да, там вот я хочу там съедать куда-нибудь на острова, там какие-нибудь там, там где природа красивая, типа отдохнуть. Он говорит, типа вот там тебе Бог удаст, как бы просто попользоваться. Он говорит, мне этим владеть не надо, типа как, ну, как человеку, мне это не нужно, типа во владении, но я хочу типа вот там отдохнуть, съедать. Вот как бы вы по этому поводу можете сказать? Ну, тут противоречия большого нету, но там говорится не об этом. Наследие, которое Господь получил, сидя, деснуя меня, то есть, дает власть, и когда вы будете, говорит, со мной там, где я, я обители вам приготовлю, о царстве небесном, но это не противоречит и земному. Ну, то есть, и приземное, да, то есть, мы как бы наследники всех вот этих благ, которые есть на земле? Ну, пускай так понимают, неплохо это, пускай. Ну, вот, мне вот это интересно было, вы знаете, я вчера смотрел, как бы толкование, что-то так, и не понял, о чем там говорится. Ну, вот что, допустим, не берите там ипотеку и прочее, проценты эти жидовские, пять лет пройдет, платить тебе надо уже два раза больше. Ну, куда это годится? Ну, да, я как бы вообще не сторонник кредитов. У нас в деревне Устав написано, не брать нигде ничего в кредит, чтобы с по тебя матрас и жену не вытащили. А вот чем занимаются вас целый день, вот люди, которые живут в деревне? Животоводство. Один коров держит много, а у одного мясной, а у другой молочный. Каждую неделю приезжает в город, от Барнаула 156 километров. Вот, а другие птиц там разводят, кто-то начал, пчелы были. Ну, кто чем может. Овещек держит, свиней много, один около ста свиней держал. Вот мой брат священник, у него около ста овещек, он пастырь. То у нас с тарелкой по храму не ходят, у нас этого нету. И у нас ни за крещение, ни за что нигде не берется. Нигде, ни копейки. Десятина. Все покрывает. Ну, десятина дохода, да, то есть чем человек занимается? С бабушки немного дохода. Вот у нас было уже 10 поселенцев, а платили действительно, но только двое. У них дохода не было, пока ставились. А батюшка, он и не нуждается в этом. У нас кто-то вот нуждается, сгорел храм в Белоруссии, тут же сразу деньги собрали, повезли. Целый караван машин подготовили, все закупили в Донбасс. То есть мы очень активны в этом вопросе. А как вы, типа, вы сторонник вот этого конфликта на Донбассе, вы поддерживаете ДНР? Не поддерживаем. Крым всегда был русским, тут вопрос даже не надо ставить. А Донбасс нет. Зачем это? Это сколько крови пролито. Стали говорить с Лукашенко, он говорит, и у нас, если бы область какую-то отнимали, Гомель или что-то, разве мы согласились? У России пыталась, Чечня взять, что сделали? Как говорится, все смешали с землей. Это совершенно не другой вопрос. А Крым всегда был русским. А-то Хрущев по дурости своей отмахнул для Нины Петровны. Ну, Крым-то это понятно. Не просто про Донбасс. Донбасс мы не согласны. Мы не согласны. Мы не согласны, что там помогают, воюют и все. Но это мое личное мнение. Я не выступаю с этим. Но спросили, я ответил. Я молюсь, что был мир. Он спрашивает, почему именно посылаете туда, раз они там воюют, а мы посылаем продукты туда? Ну, это другой вопрос. Посылаем что? Потому что люди нуждаются, умирают. Враг голоден, накорми, прямо говорится. Даже если это там враги. А молодежь у вас там есть вообще? Или какой у вас, как сказать? Молодежь. Есть молодежь. У нас 9 классов. Дальше учатся в городе. Заканчивают институты. Мы же не пензенские затворники. У нас интернет в деревне есть, и музыки учат, иностранному языку. Ну, государственная школа. Мои учителя все православные. Преподают все как положено. А вот, допустим, хочется вам к человеку переехать, да, но у него нет там, допустим, ни денег, ничего. Вы его примете? А что ты будешь делать там, денег-то у меня нет? Что ты приедешь? Не, я не про себя говорю вообще, в принципе, говорю. Да ну, зачем же он поедет, а когда надо дом строить? Покупать материалы, копать. А один ничего не сделаешь. Если есть братовья, другое дело. Предпочтение дается разрешение молодым, у которых дети. Чтобы школу не закрыли. Подрастает и школа-то пустеет. Потому что... А, то есть, эти семьи, да, то есть, такие молодые, типа, у вас там селятся? Ну, им предпочтение, в смысле? Я вам ответил абсолютно понятно. Что если человек верующий, ему этого достаточно. А как дальше будет? Да Бог его знает, как будет. Мы не Москва. Про нас ничего не говорится, что мы сгорим от атомной бомбы. А что, про Москву говорится, что сгорят от атомной бомбы? Она сгорит. Вот 17-18 глава Откровения. Тут толковать даже не о чем. Ну, потом прочитайте. Не сейчас. Вавилон. Пал Вавилон, великая блудница. Напоющая вином разврата весь мир. Третий Рим. Третий Рим – это Москва. Они на это претендуют. На это общество даже есть сейчас. Это от Василия IV еще было. Москва. Она сгорит вся. И земные князья, которые обогатились, будут посыпать голову пеплом, вопия. Какой город, какое сокровище. Там все. Там душами торговали. Откровение апокалипсис 17-18 главы. Я вам говорю, прочитайте потом. Ну, да, на самом деле, похож на Вавилон. Не похож, а Вавилон. Что значит похож? На Семи горах. На Семи горах три города известно. Аман, маленькая столица, Вашингтон. Но там написано еще. И в ней найдена кровь святых. В Вашингтоне еще найдено. А в Москве Бутово кто забутил? Тысячи священников убиты. Речь идет не просто о двух-трех человеках. А на 10 параметров определения города, они сходятся только на одном городе. И притом претендент на то, что он третий Рим, а Вавилон это Рим. Но второй Стамбул, третий Москва, четвертому не быть. Эпифания Славинецкий. Тут все абсолютно четко и ясно проставлено. Так что, куда поехать? А мне вот как молодому человеку, допустим, я не вижу, допустим, даже в своем городе особо таких хороших девушек, на которых можно было бы жениться, там, вот эту семью, там, начать там. Ну, какой ты такой нужен? Какой ты квелый, там, из-за бороды с тобой говоришь. Какой ты трухля. Как медузы во время шторма. Да не, я вообще крепкий такой парень. Да ну, кого крепкий-то? Языком мелишь, с бородой не можешь поправиться. Это подкаблучник. Кому ты нужен такой сопляк? Не, я в спецназе служил. Я как бы нормально, как мужчина, я могу и деньги заработать. Заработай сначала. Женись. У меня они есть, мы не говорим. Он не может девушку найти. Деньги-то есть. Ну, а кто тебе зато... Ну, кому я могу посоветовать такого, который вот так вот вихляется? Ты даже с бородой не можешь поправиться. А та баба скажет, я тебя не допущу до себя. Все, поплыл. Бритву глотать будешь. Не, не буду. О, нет. А же по тебе, видать-то. А тебе запах подкаблучный. Кто тапок? Запах подкаблучника. Даже вот так в интернете чувствуется. Тобой любая баба командовать будет. Ну, не знаю, вряд ли. Ну, это сложно догадывать. Ну, позволь мне. Я сколько лет со студентами вожу, десятилетия. В армейских частях преподаю. В воинских частях. В милиции везде. Начальник детского лагеря 45 лет. Я от самой до самой. Всех знаю людей. И ни день, ни два. 56 лет. И скажу. Вот я только глянул на вас. Я не ошибся в своем мнении. Но вы же не пророк. Откуда вы? Я не пророк. Да, не пророк. Я не претендую на это. Но что Господь сказал, а мне теперь звонят. Так как вы это знали? Я ничего не знал. Я вообще не женюсь никогда. Откуда вам это известно? А зачем тебе жениться-то? Зачем глупых людей детей плодить? Почему это глупых? Да потому. Потому что яблоко недалеко от яблони падает. Но это вы начинаете троллингом заниматься уже просто. Причем в вашем возрасте-то это уже непочтительно. Такие дела. Ну ладно, время не будем тратить. Вопросы есть? Да вопросов много. Ну по делу. О спасении души. О спасении души? Да. Не знаю. Вот с матерью, допустим, у меня постоянно конфликты. А в Библии написано, что примирись. А я с ней, допустим, только примирюсь. А она такой человек, она как бы, как женщина, любит на эмоции так вот провоцировать. А я не могу вот ее почитать. А она у вас далеко от вас сейчас? Позови ее как раз. Она сейчас поехала там на работу. Если вы ее сюда призвали бы, я бы помог вам справиться с этим вопросом. Ну, может, как-нибудь попозже вот в этом скайпе звонимся. Ну, по скайпу выйдите вместе. Как ее звать? Ее Ирина зовут. Ирина. Ирина мирная. Она должна дать вам в этих вопросах свободу. Иначе бы... Вот, кстати, че-че, вот недавно я ее как бы, это... Она ни разу в жизни не причащалась. А я вот на нее так насел, говорю, вот ты никогда не причастишься. И она вот подготовилась. И мы вместе пошли, причастились. Ну, исповедовались сначала, там все так, как надо. Потом причастились. И ничего, вот нормально. Неделю нормально жили, мирно. А потом опять... А что ты смеешься? Ты нельзя так сам говоришь, подхахатываешь. Это нехорошее качество. Ну, не знаю. Да, я вам говорю, нельзя это делать. Горе смеющимся ныне, Господь говорит, ибо вас плащите и возрыдаете. Праведник едва улыбнется, а нечестивый смехи обнажает зубы. И он затоус говорит, ты раздеваешь рот, смеешься, не боишься, что сатана вскочит в рот. Это серьезное дело. Никогда не делай этого. А то говорят и сами подсмеиваются. Как правило, люди не православные. И трудают туда хоть куда вихляются. Они похожи друг на друга. Они сосчитаны все. Вот как на лицо. Вы не похожи внешностью на этих людей, так что еще что-то есть у вас. Можно, говорит, если хорошо вас отодрать, то можно, говорит, на выставку поставить. Есть где-то, я считал, у южных народов, там, в африканских каких-то, в джунглях. У них, как, говорит, их день праздничный-то, мужчины выходят, стоят и стоят. Это одни повязки-то. А невесты ходят, они эти повязки поднимают, смотрят его на выставку. Они выбирают, смотрят мужское достоинство, все как надо. Женщины выбирают, не мужчины. Ну, у них там свои порядки. Интересно так. Ну, а все, какая разница? Мы только думаем, что, говорит, выбираем. Лев Толстой пишет в Крестерово сонате. А на самом деле это женщина выбирает. Ты подошел, она тебя не знает. Она ждет, когда тот подойдет. Это она все равно знак ему даст. Ну, тоже не каждый поймет. В этом вопросе, в вопросе отношений женщины лучшего произведения, чем Крестерово соната Льва Николаевича, нету. Просто нету. А как вы вот считаете, есть же и негры, правильно, православные в Африке там? Да. Как вы относитесь к межнациональным бракам? Никак. Дочь бы свою не отдал. Но это не запрещается. Во Христе Иисусе нет ни Елена, ни Иудея. Вопрос снятый. Первое послание к Коринфянам, первая глава. И все. А ребенок-то негром все равно родится. Пусть на негритянке и женится. Зачем кровь мешать? Вот. Я тоже такого мнения. Но я вот задумаюсь, если нет ни Елена, ни Иудеи, значит, это грех, получается, если так предвзято относиться? Я не предвзято отношусь. Спросили, совет я дал. Я знаю, когда рождается ребенок, он один здесь в школе, она где-то его нажила, а теперь ходит в школу в русских. Его везде шпыняют, его обзывают всякими страшными словами. А он мучается, он готов на себя руки наложить. Потому что она была кто? На вторую букву алфавита? Ну, это понятно. Ну, и все. Что непонятно-то? От русского? Не надо. Почему, если будем говорить, настоящий еврей, он никогда не пойдет, куда попало? Еврейка. Из колена, 12 колен, и то только в своем колене брать. Хотя все евреи. 12 колен. Из другого нельзя было брать. У Бога-то вымерено все. Я вот сколько знаю, такие, ну, даже не метисы были, а креолы. И ничего хорошего нет в этом. Вот такое, когда были баптисты она, а потом она уверовала в православной церкви, повещались. Тут нормально все. Тут как положено. Ну, вот я тоже сторонник, как бы, тому, чтобы кровь не мешать. Ну, вот давайте, пока по-хорошему разойдемся, раз у нас что-то общее нашлось. А то один говорит, общего не нашлось, говорит, диалог не получился. Переходим сразу к оскорблениям. Ладно, ну, это, давайте скайп, может, ваш запишу, потом позвоню. Да, во славу Божию, берегите себя, бритву выбросьте. Он говорит, скайп ваш запишу. Давайте, пишите. Имя, фамилия и скайп. А, так и написано, да, Лапкин. Лапкин Игнатий. Сейчас давайте сразу туда вас и добавим. Это я себе запишите. Еще можете записать Игнатий 10. Да не надо, вот так запишите. Этого достаточно. Лапкин Игнатий. Так, мы пошли дальше. Сейчас маленько. Мы пойдем снег скидывать, у нас снегу много на крышах. Давайте, давайте, с Богом. Давайте. Вы как, не сказали, как вас звать-то? А, меня Павел зовут. Павел, у меня брат родной Павел. Благослови вас, Господь. Да помилуйся Ириной с матерью, чтобы у вас отношения наладились. Покори себе в чем-то. У вас ее, потому что будешь горько жалеть, что ты мать чем-то огорчал. Ты никогда не пожалеешь, если ты, мать придет сегодня, а ты встань перед ней на колени. На колени. Положи ей голову на колени. И скажи, мама, благослови меня и прости. Где-то я тебя огорчал. Прости меня. Мы вот куда и уезжать, я всегда так делал. К маме на колени голову положу, мать тебя благословит. Мы поехали куда надо. У нас в семье было пять братьев, пять сестер. А когда вот такие отношения, у матери и со снохами, и с детьями совсем было хорошо. Она как цариса была. А с отцом полкласса не кончили. А отец без руки с фронта был. Мы жили страшно бедно. Все веселые. Никогда не слышали, чтобы наши родители властью проклинали и ругали. Никогда. Отец что сказал? Полный закон. Мы на огороде что-то там полим. А где-то не допололи. А отец спасет коров. Она скажет, дети. А отец со вечером придет, что скажет. И вот это что скажет, мне казалось, я не знал, что скажет. Не то, что там бить будет. И какой-то такой осадок был нехороший. Я пластай скорее сделаю, чтобы еще до захода солнца, чтобы два ведра схватить и в степь бежать, суслика вылить. Шкурки нужны. Мне 15 километров в деревню, там школа. Вот как жили. И все радостно было, приятно. И все умели делить. Если набрали там кружки, две малины, мы делим всех. С матерью 12, бабушка 13. А на 13 кучек разложим. Никто ягодки не возьмет. И такие мы себя сохранили. Ну, слава Богу. Аллилуйя. Так, Павел, с Богом. Попроси у моего прощения, не пожалеешь. Надо, попрошу, да. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.